Выражаясь, получается, практика какая есть? Есть определение Конституционного суда Российской Федерации, в котором указано, что показания лица, который заключил досудебное соглашение, и если эти показания были даны в суде не свидетелям обвиняемых, их оглашать нельзя. То есть, когда шло предварительное следствие, человека допрашивали в качестве обвиняемого, потом с ним было заключено досудебное соглашение, и дело в отношении него выделили в отдельное производство, то по основному делу, где остались остальные фигуранты, нельзя оглашать его предыдущие показания. Он должен вживую рассказывать, как это произошло. Об этом говорит Конституционный суд. Кировский районный суд, получается, в нарушении требований и определения Конституционного суда огласил в порядке статьи 276 показания тех лиц, которые заключили досудебное соглашение, несмотря на то, что закон это запрещает. Конституционный суд прямо на это указывает. Поэтому эти показания лиц, заключивших досудебное соглашение, не могли лечь в основу приговора, но они туда легли. Но вместе с тем, как мы сейчас услышали, суд апелляционной инстанции посчитал, что можно, получается, соглашать в порядке 276 статьи показания лиц, заключивших досудебное соглашение. Не требуется их допрашивать в качестве свидетеля. Соответственно, мотивировка будет в апелляционном определении указана, и будем оспаривать ее дальше уже в вышестоящей суды. Именно касательно того, что нельзя лицо, заключившее досудебное соглашение, допрашивать в порядке 276 статьи. Оглашать показания лица, заключивших досудебное соглашение, в порядке 276 статьи. Я как понимаю, именно на этих показаниях я снова... Только на них. Только на них. Потому что те лица, которые давали показания против подсудимых, они все являются лицами, заключившими досудебное соглашение. Они приходили в суд и говорили, мы показания давать не будем. Ну, не хотят они. Желают воспользоваться 51-й статьей. Соответственно, суду не оставалось ничего иного, как оглашать их показания, которые они давали следователю. Это и называется оглашение в порядке 276-й статьи. Показания обвиняемые, которые он давал следователю. А Конституционный суд, согласно определению, на которое я сослался, он это запрещает. Соответственно, единственными доказательствами являются недопустимые доказательства. Вот такая у нас ситуация. Спасибо. Можете представиться? Адвокат Тахиров Дмитрий Дельмурадович. Это защитник Суслова, который скончался, к сожалению, до начала еще суда. Так сложилось у него в связи со здоровьем. Но родственники возражали против того, чтобы дело было прекращено в отношении него за смертью. Настаивали на его реабилитации. Поэтому суд принимал решение и в отношении Суслова также. Хотя он скончался на момент вынесения приговора и на момент вообще начала суда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова